всем здравствуйте вот у нас снова встречи на тему программирования языке питон для начинающих вот напоминаю что это был проект спецкурса для геологического факультета а московского государственного университета вот спасибо дорогая а то я без тебя не знал это не вам да и у нас сегодня заключительный разговор он такой него пришлось самый последний момент перекроить поэтому план к нему выглядит довольно функция вот но я думаю что мы с вами справимся поскольку разговор в основном обзорный вот видите совсем крутой план чтобы хотелось рассказать про вот все это все это машинарию напоследок давайте мы наверное начнем вот с этого места а именно с того чем чего о чем мы так и не поговорили за все это время я совершенно намеренно опустил в нашем с вами разговоре такую большую часть языка программирования питом которая называется объектное ориентированное объектное планирование вот о п это термин объектно ориентированное программирование но понятное дело что программирование ориентированное на объекты подразумевает что сначала мы разобрались с тем что такое объекты зачем они нужны вот этим мы не занимались то есть мы с вами знаем что объекты в питоне объект в питоне это вообще любой объекты в питоне извините за тавтологию мы с вами знакомы с одной из концепций объектного планирования эта концепция инкапсуляции в случае питона это целиком означает иерархию пространств имен то есть когда у нас внутри объекта есть другие под объекты с именами которые через точечку а в них есть третье в них есть четвертый вот как методы например которым мы активно пользовались да и так далее вот почему я это дело опустил дело в том что объектный подход или объектное планирование эта методика которая нужна становится необходимым и полезной становится необходимой и полезной когда вы планируете написать большой или сверх большой проект то есть когда размер той программы которую в конце концов напишите того проекта который вы сейчас в конце концов собираетесь сделать существенно превышает размер одной отдельно взятой головы вот и мне показалось что вот такая ситуация она для нас с вами в рамках данного курса совершенно не нужно во первых потому что у нас нет привычки писать большие сверх большие проекты и нет как это необходимости в них участвовать прямо сейчас во вторых потому что по-хорошему мы об этом говорим самом конце сегодняшнего разговора по-хорошему целью данного проекта данного спецкурса было бы если бы все пошло совсем гладко дать вам в руки инструмент для того чтобы вы могли на скорую руку написать прикладную небольшую приложеньку для собственных нужд к сожалению прямо так не получилось потому что есть некоторые особенности вот в том что мы с вами делаем но тем не менее понятное дело что приложенька для собственных нужд написано на скорую руку и большой или сверх большой проект это вещи не пересекающиеся вот поэтому чтобы как-то все-таки приблизиться к теме давайте напишем приложеньку по-быстрому какую-нибудь стоит рассказать вне языке вне языка программирования как такого об некоторой инфраструктуре его обслуживающий то есть какие прикладные пакеты и модули можно капитану присобачить помимо тех встроенных о которых мы говорили в прошлом вторая часть про которую мы практически не поговорили это дисциплина разработки я про сегодня про него просто упомянул что она есть вы поймете что это непростая область человеческой деятельности но опять таки именно из соображений написать на скорую руку что-то за один раз или там за пять раз возможно дисциплина разработки как таковая или пока мере в полном объеме нас с вами ну дам с вами особой пользы не принесет хотя мое мнение что вообще говоря всегда нужна дисциплина разработки то есть ну если у вас нет привычки аккуратно оформлять ваше продвижение по написанию кода то это в общем что опытному что неопытному разработчику в конце концов будет сильно мешать есть такой даже термин загнивание проекта вот если нет дисциплины загнивание проект происходит гораздо быстрее code rotting ну вот да вот такие две большие два большие куска свойств языка программированный питон собственно самого языка и связаны с ним практики у нас практически не освещены в нашем курсе и видимо не будут освещены именно по причине того что вот если бы я немножко по-другому организовал и действительно моей целью было написать на скорую руку что-то время научить нас всех писать на скорую руку что-то то понятное дело что эти цели бы вот ну никак не пересекались с введением дисциплины весь объект на программе значит возвращаясь к приложениям то есть к чему там что можно написать на питоне помимо значит а программ который реализует алгоритм у нас уже была попытка зайти на встроенный прямо в питон графический интерфейс точнее не графический интерфейс а именно интерфейсную графику да там кнопочки менюшки вот это все которое называется токаинт прям скажу что часть людей которые этот курс наблюдают не проявили никакого интереса к этим кнопочкам и менюшкам просто от слова совсем ну видимо эта область показалась им недостаточно прикладной в том смысле что как вот как людей в общем не очень волнует тонкости программирования людей которые не занимаются программированием по жизни так людей в общем не очень волнует тонкости интерфейс хотя мне кажется что попытка на скорую руку разработать какой-нибудь интерфейсе для того чтобы хотя бы ну там не знаю файлы поименовать да там данные из файлов ввести какие-то параметры в окошечке поводить это все довольно важные вещи и вот туда имеет смысл смотреть ну в общем я предлагал устроить целую лекцию по токаинтер предложение это повисло в воздухе значит люди либо сами разберутся либо не так интересно однако хочу сказать что сторонних модулей помимо помимо тех которые мы упомянули ну кстати такая интер не сторонний модуль токаинтер модуль вполне себе вполне себе встроены в питон сторонных модулей для питона довольно много ну да 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 нет полный обзор боев это вообще не для нас с вами тут вот бибку бива говорит что вот что никто не ожидал но змеется змеется то есть моя задача все-таки была научить программировать или по крайней мере показать как с помощью питона это можно делать мы в конце сегодняшней лекции поговорим о том чего у нас получилось чего у нас не получилось так вот источником сторонних модулей для питона является сайт точнее портал который называется пупп пуппи . or python package index пуппи это место на которого в котором происходит публикация всех ну как всех 345 1820 проектов на питоне которым можно воспользоваться хочу сказать что это не просто 345 1820 проектов да и это такие проекты авторы которых не поленились оформить свое приложение в виде модуля подготовить к нему паспорт с описанием этого приложения зарегистрироваться на сайте на этом на пуппи выполнить процедуру публикации вот то есть люди в общем заморочились тем чтобы их проект попал в вот этот индекс так что среди этих 30 345 тысяч скажем так я бы сказал актуальных то есть работающих проектов процентов наверное 70 80 потому что почти наверняка что-нибудь у вас не заработает или что нибудь человек написал за какой-нибудь очень старого питона просто для него работает для для современного нет вот а живых ну как обычно в таких порталах процентов 10 15 20 скорее 15 20 процентов живых то есть поддерживаемых которые постоянно сопровождаются людьми и так какого сорта бывают эти самые прикладные модули эти прикладные модули бывают самого удивительного сорта если мы сейчас посмотрим топик да то мы увидим что начиная с какого-то артистик софтвера это видимо для художников до игры документация интернет графика мультимедиа видео религия наука очень много научных разработок операционные системы ну короче говоря если вот посмотреть на топики и это топики как вы понимаете не это не попытка классифицировать все это просто самые популярные топики то есть это такие теги у которых который люди ставят при публикации своих пакетов достаточно часто вот вторая важная штука что подавляющее большинство пакетов опубликованных на пп распространяется под свободной лицензии это означает что можно совершенно без ограничений пользоваться в вашем проекте вообще совсем без ограничений вот свободные лицензии будет разрешительные и капилефные это относится не к тому можно ли пользоваться этим исходным кодом и вносить в нее изменения можно все свободные лицензии разрешают это это относится к тому как дальше будет распространять свой исходный свой проект вот но надо сказать что случай питона распространяться пытаться распространять программу на питоне без исходных кодов но это такое в общем извращение потому что во первых эти исходные коды можно получить путем декомпиляции вот а во вторых ну ну это как-то вообще не принято его то есть пытаться как-то ограничить свободу распространения программ на питоне довольно тяжело итога у нас порядка 350 тысяч под рукой программных продуктов на ну как сказать библиотек прикладных библиотек на самые различные темы которые мы можем а реально пользоваться в решении наших задач внезапно более того не просто можем мы должны этим пользоваться то есть если мы хотим поучить какой-то язык программирования просто попрактиковаться мы конечно будем изобретать свои собственные велосипеды с квадратными колесами и создадим целый велосипедный парк прежде чем почувствуем достаточно силу в мускулах чтобы значит отказаться от самостоятельного разработки велосипедов да но если вы решаете задачу что такое по-быстрому написать первым делом заходите в пп и ищите ищите не решали ли эту задачу до вас люди тут некоторый человек который я в чатике вижу кажется впервые входят и спрашивает а сколько время занимает выучить питом чтобы можно было программировать что-то свое интересное смотрите сильно зависит от того что вы понимаете по словам выучить и под словом программировать а также под словом интересное например вы можете взять какую-нибудь библиотеку которые без того уже делают что-то такое интересное для вас и написать пару тройку строчек на питоне скопипастить их например из интернет это будет называться программировать выучить питоны и программирует ним что-то интересное или нет посмотрим другую крайность да для вас интересно это область интересов это алгоритмы и структуры данных и реализация каких-то хитрых алгоритмов допустим что-нибудь написать запрограммировать быстрее чем это традиционно делается и вот для этого вам нужно изучать программирование как таковое например на питоне много и и вдумчиво или еще одна крайне для вас интересно это какой-нибудь хитрый портал с сайтами мини играми регистрации значит странной логикой распределенными базами данных и все остальное но тут вы сами не запрограммируйте вам нужна большая команда то есть ответить на ваш вопрос довольно тяжело вот я считаю что при должном рвении выучить питон с нуля то есть и питон и программирование а вот я считаю что изучение питона как языка программирования случае если вы знаете какой-то другой это довольно быстрый штук я в свое время за 10 суток выучу суток правда не дни а именно суток то есть я сидел для меня чем если для вас это первый язык главная проблема это не питон а именно программирование надо учить научиться думать алгоритмически чтобы научиться думать алгоритмически нужно выполнить очень много упражнений ну скажем так не очень много но порядка 500 каких-то вы должны решить успешно порядка 500 мелких задач и вот на эти 500 мелких задач у вас наверное уйдет не меньше года вот такой примерный ответ на вопрос как можно быстро выучить питом чтобы начать что-то иди да а я значит возвращаюсь к нашему повествованию как всем этим барахлом воспользоваться ну давайте поищем что-нибудь такое вот мой любимый пример мой любимый пример это штука которая называется фиглет от фигура и леттер фиглет это старая старая программа под всякие юник системы которая позволяла выводить на экран текст где каждая буква симулирована как бы написано аске артом и большое количество шрифтов к этому тексту правда кириллических там порядка по моему дюжины или даже пол дюжины но тем не менее вот еще другое название этого класса софта называется баннер вот и вот мы вводим значит нашу поисковую штуку и говорим что вот я хочу фиглет обратите внимание что он их тут их 31 штука в слову фиглет встречает вот то есть если мы будем подходить к задаче так что пробовать каждое что вы видели видимо поначалу в отсутствии то придется делать именно так то мы довольно быстро устанем вот что можно что можно здесь посоветовать во первых можно отсортировать их по времени обновления и это заведомо оттеснит на последние места инструменты которые кто-то когда-то сделал а потом забросил не исключено что заброшенные инструменты не очень хорошая штука значит да еще одна одна вещь на которую стоит смотреть это номер версии номер версии если вы видите что он 001 какой-нибудь то скорее всего это какой-то в общем зачаточный проект если это как бы там вы видите что разработка идет 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 и прямо вот прям происходит это означает что проект достаточно мы еще вот еще одна важная вещь это как выглядит ссылка на паспорт этого проекта смотрите вот мы ткнули в первый попавшийся проект у него правда подозрительный номер версии 010 скорее всего это самая первая его версия но еще более подозрительное это его описание смотрите в разделе короткое описание написано здесь должно быть короткое описание а в разделе длинное описание написано здесь должно быть длинное описание в общем такого проекта разумеется доверия нет я воспользуюсь некоторыми знаниями своими вас это очень старый проект мы сейчас с ним немножко по развлекаемся вот то есть он ведь по описание не подходит у него у него плохо с описанием это проект 19 года на вас и вот мы кстати можем попробовать какой-то другой дать к мы last updated 0021 давайте посмотрим а понятно эта штука для раскрашивания интерфейсов это не совсем то что я хотел в ху и даже он умеет видите картинки переводить но это не то что нам нужно вот в общем допустим в результате какого-то большего или меньшего попыток и разочарований вы нашли какой-то инструмент который вам с виду показался правильно ну вот я уже говорил что несмотря ни на что вас нет такую задачу за вас никто не решит барс просып спрашивают если есть два аналогичных проекта например сортировки как узнать какой именно оптимально оптимальный работает такую задачу за вас никто не решит знаете почему потому что за вас никто не решит что такое оптимальный работ ваши критерии это могут быть самые удивительные в смысле оптимальности поэтому нет вам придется труд трогать все подряд вот значит я как раз хотел ну дать еще может быть баннер какой-нибудь в баннер коммент вот дать посмотрим баннер коммент какой-то он однорукий слегка этот баннер коммент да нет вот смотрите вроде ничего я у него есть сайт вполне неплохое а понятно это как раз штука которая написана вокруг фиглит хорошо значит по всей видимости вот мы я посмотрел несколько проектов мне они не понравились а вот этот проект я просто знаю потому что он нормальный вот давайте с него и начнем к сожалению мы вынуждены еще раз обратиться так же как в прошлый раз к консоли нужно к сожалению я обещал что не буду это делать на самом деле без консоли жить в общем тяжело вот потому что тогда приходится вместо нее применять всякие странные инструменты вот причем очень разные в разных местах по-разному работы мы хотим установить вот этот пофиглит в нашу систему сделать это можно примерно одним способом но этого способа есть под варианты способ состоит в том чтобы использовать специальный инструмент который называется пив вот в некоторых случаях там нужно писать пив 3 но это в общем без особой разницы это инструмент по установке удалению обновлению и проверки ценности кажется чек да а нет проверки совместимости нескольких пакетов модулей библиотека назовите как хотите который как раз ходит на этот самый пупи оттуда их и скачивает и устанавливает вот когда-то в функциональность пив входил еще поиск по пупи но так вышло что некоторые волшебные люди кажется в amazon vs вставили этот поиск по умолчанию после чего сайт вернее база которая должна была отвечать на эти запросы просто легла потому что там было несколько тысяч запросов в секунду по поиску вот но и они решили что поскольку это все равно был случайный фич ищите по сайтам как тем где он воспользоваться ну мы говорим собственно здесь написано как воспользоваться пип стал пуфиглит вот давайте так и сделаем пип install пуфиглит пуфиглит а он уже ну давайте тогда сначала он стал скажем чтобы вы увидели как это работает он install пуфиглит вот он удалился дело в том что я видимо уже читал подобную лекцию уже поставил вот еще там где-то в кэше он должен быть погодите сейчас посмотрим удалим его с кэша сейчас вот сейчас мы вот это удалим кстати это не он извините сейчас одну секунду я хочу просто чтобы у вас чтобы у вас да нет ну ладно значит давайте установим да ёлки-моталки satisfied давайте еще раз простите так мне не удалось сделать так чтобы он его скачал потому что у меня где-то в кэше он тут лежит файлы системе я честно даже не знаю где вот да ну мы в принципе можем стать какой-то другой пакет и убедиться в том что это все в том числе и скачивание что пип занимается в том числе и скачиванием ну ну не знаю давайте поставим какой-нибудь уж и можем поставить такое чего у нас не было да о фиг карл пожалуйста фиг карл прекрасная прекрасная программа пип он стал фиг карл шикарно вот кстати обратите внимание что пип 3 это значит третий питон в общем сейчас без разницы вот смотрите вот он сначала скачал а потом установил что при этом происходит при этом в ваш питон димка димка я отвечу на ваш вопрос сейчас договорю только при этом ваш питон приезжает дополнительный модуль или несколько если один не работает без других и между ними есть зависимость вот который собственно вы устанавливаете что значит приезжает мод и это зависит от операционной системы который вы пользуетесь вот в моем линуксе поскольку я это делал от обычного пользователя пип сначала сказал ну так смотрите у вас тут типа нормальная операционная система вы не можете прямо в питон записать все эти модули но у вас есть опция так называемый user installation то есть питон когда когда запускается у него же есть переменная которая называется сиспад в которой хранятся все места где могут быть модуль все места где могут найтись модули и когда вы пользуетесь модулем говорите импорт происходит поиск по всем вот этим местам как видите их много мы в прошлый раз уже говорили что первое из этих мест текущий каталог вот но обратите внимание на то что в одном из этих мест вот в этом например да значит если кто немножко разбирается в линуксе вот это каталоги операционной системы в которых обычных пользователю запись запрещена а вот это каталог операционной системы который находится внутри домашнего каталога пользователя джорджа поэтому запись туда разрешена вот то место куда питон полезет когда будет искать модуль когда вы скажете ему импорт соответственно именно сюда я вангую и приехали наши оба и пифиглет и фигкау давайте начнем с фигкау потому что я им вообще не пользовался да вот давайте посмотрим что там лежит в этом каталоге вот вот он вот этом его паспорт этого модуля вот видите лицензия какие-то дополнительные поля в общем в общем в общем паспорт а вот это его содержимое которое представляю собой просто модуль на питоне вот значит я не помню говорились говорил след вчера на лекции по смысл прошлый раз на лет кажется говорилось домой это типичный пакет на питоне у которого есть и нет это значит что это пакет у которого есть мы и это значит что можно сказать python минус м фигкау и он запустится вот а вот и корова давайте пускай ему скажет по моему шикарно вот кстати сказать фиглет работает примерно также только без к без коровы вот да так вот значит это в случае линукса или в случае windows а когда питон у вас установлен администратором а вы не администратор просто windows немножко с правами все вот так вот и очень многие люди работают с правами администратора или очень быстро получают права администратора вот как видите все работает в силу того что как мы уже как мы уже смотрели каталог в домашнем каталоге пользователя разумеется присутствует в пути и можно туда поставить питоне пакет с помощью этого самого типа значит фигкау как видите рисует рисует коровку давайте мы попробуем ему сказать минус минус help но боюсь что я знаю что мы сейчас увидим да мы увидим минус минус help это простейший модуль он рисует просто корову и просто какой-то значит какой-то текст вот значит так вот супер удобный нужный модуль обратите внимание что я ему сказал просто пойти минус м он сам нашел вот этот мэйн его вызвал вот дайте ради интереса туда заглянем в мэйн в этот но там написано что вы нити у нас лежит как мода функция кау мы ее сейчас вызовем вот а даже вот и вот это будет вот ну короче ничего интересного ничего интересного там вот такой вот примитивнейший модуль хочется заметить что данных случае windows а может произойти пользоваться с кам установкой или если вы пользуетесь правами администратор вам все поставится прямо туда внутрь питона и это в общем не очень удобно потому что если вы просто установили один пакет его можно деинсталлировать также как я это делал вот помните я говорил он инсталл где-то вот тут пол что это а это это пофигли где-то тут дело он инсталл но неважно делал его его можно деинсталлировать а если вы установили кучу пакетов и некоторые из них по зависимости вам придется вручную выяснять какие из них нужно деинсталлировать к сожалению техника зависимости в пипе не ушла так далеко как она ушла допустим в линуксе где можно различать пакеты поставлены по зависимости мы пакет поставлены вручную вот значит скорее всего вместе если если вы ставите не просто подождать этим пакетом можно пользоваться можно же сделать вот так вот да импорт что там называется пока у фигка у фиг то есть фигка у ну давайте рез равняется фигка у . чего у нас кау какие у него параметры а параметры у него просто текст текст пробуем ох я боюсь в за вот это сейчас нам сейчас нам скажут какую-нибудь ерунду print нарез он просто проигнорировал низкий символ сказал что эти для этих трех точек у него нет никаких никак фиглетов ну и ладно вот обратите внимание на то что я воспользовался я могу взять программу на питоне которая пользуется этим фигка вот а наличие python минус м просто для удобства для еще большего удобства в некоторых операционных системах вернее во всех мы просто в некоторых этим пользоваться не имеет смысла в некоторых имеет к вам еще приезжает командный сценарий который можно прямо отсюда запустить из командной строки вот он обычно лежит где-нибудь . local бин вот и в нем на самом деле написано это на самом деле со сценарий на питоне он не мишельный как-то в линуксе принято он на питоне вот давайте попробуем посмотреть на него фигка вот и в нем написано примерно то же самое смотрите проимпортировать чего-то там кстати зачем ему ри а тут какая-то хитрая хитрость вот проимпортировать сам фигка в него из него выбор и проимпортировать мэйн вот тот самый этот мэйн вызвать вот но тут еще какие-то шашни с названием скрипта но нас они не волнуют вообще то есть программа на питоне поэтому она отлично запускается так что если напишу вот так вот ну да то она тоже это слишком много то она тоже вполне себя заработает вот то есть вместе с модулем иногда приезжают сценарий чтобы их можно было прям как программу запустить совершенно такая же история с нашим при фиг летом который мы тоже тут установили вот его сценарий его можно вызвать у них правда более богатый api и вообще он более интересный вот но в остальном в общем та же самая история значит а я сразу сказал надеюсь вот так вот это типичная команда командной строки у которой есть параметры напоминаю что она еще и модуль в котором можно который можно воспользоваться просто поглядите на исходный код ну и тут видите очень много шрифтов этот список шрифтов да то есть если мы скажем ты фиг лет силу только вот так вот чтобы восклицательный знак не приехал то это будет тот же самый шрифт практически что и в корове хотя обратите внимание на волшебный заезжание буквы друг на друга но мы можем сказать ему скажем вот так минус f пантера вот я в общем на каком это языке я понять не могу но явно не на английском хорошо давайте какой другой попробуем давайте какой-то другой попробуем это не считаем и не считаем и шрифт hello dude прикольненько вот значит это все были ужасно простые примеры приденный рон для того чтобы уметь пользоваться этим самым пипом значит для того чтобы удалить говорим пипа не стал ну скажем тот же самый пофиг лет он говорит смотрите мы вам удалим сценарий который поставили паспорт к этому пакету и все файлы вот отсюда из каталога с модулем угры до удаляй ну и заодно фигка утор вот теперь настало время ответов на вопросы извините что долго держал можно ли что-то нехорошее через пип приехать вируса трояна кто следит за частотой кода может постоянно возникают информационки о том что там раз не знаю в месяц находится несколько несколько модулей в хранилище пупи в которых обнаружили как какими закладки вот вообще такие здоровенные хранилища как пупи или нпм в случае но джесса они от этого не застрахованы безопасностью занимается часть комьюнити отчасти организации которые курируют эти проекты и как-то их монетизирует вот как правило уровень защиты безопасности такой что залезть в ваш проект практически невозможно только если вы реально продолбали ключ например то есть сами взяли продолбали не просто написали на заборе до написали на заборе сфотографировали выложили в социальную сеть вот чаще всего это либо модули с каким-то очень вкусными названиями на которые просто ведутся новички вот ну типа не знаю скачать весь youtube не знаю иногда это модули у которых подменены скажем буква и на единичку буква она маленькая буквы на большую и вот в таком виде зарегистрированы насчет на то что пользователи при неопытные пользователи при наборе из командной строки ошибутся неопытные пользователи при визуальном выборе ткнут не в ту строчку ну и и пошло поехал как правильно тут замечает битку бива бывают еще просто ошибки в больших фреймворках но это ошибки в больших фреймворках за ними следят администраторы этих фреймворков иногда эти ошибки живут очень долго как в случае логглог форжи что поделать так тоже бывает вот то есть если вы себя хорошо представляете вот вы зашли на сайт посмотрели что это такое представляете себе что это за проект и видеть что проект развивается у него есть комьюнити и там все все как бы он выглядит как проект вероятность того что он застроенен в общем почти нулевая теперь второй вопрос если мы устанавливаем библиотеку через пип нужно ли помещать эти библиотеки в каталог со криптом нет не нужно я сейчас попробую объяснить почему в библиотеке надо помещать в каталог с библиотеками то есть вот вот сюда и фактически у вас всего выбор не так много то есть тут кажется что тут этих библиотеки каталогов много на самом деле выборов очень мало первый главный выбор это то место куда вас вам приехал штатный питон вашей операционной системе в линуксе вот здесь примерно находится второй главный выбор это то место откуда питон будет забирать ваши ваши пакеты установлены от пользователя и работающий только если питон запущен от вашего пользователя вот это второе место все остальное это такие в общем дополнительные локации типа usr local в линуксе который предназначен для какого-то локально установленного софта непонятно зачем это нужно вот если вы спешите одну единственную программу на питоне как это предполагалось в нашем курсе в этом году то вы библиотеки не нужны если вы пишете программу на питоне которая работает с использованием каких-то библиотек то это как раз тот тот кусочек который мы не прошли в этом семестре вам либо надо оформить свою собственную библиотеку с указанием зависимости и тогда чтобы она устанавливалась с помощью пип инсталл и тогда отлично у вас будет ставиться вместе этим пип инсталл те библиотеки которые впишите в зависимость про это у нас будет курс в следующем семестре ровно про это он закончится с формированием такого рода проекта вот и это не простой курс смысле это непростая работа вот либо вы просто договариваетесь с пользователем вашего скрипта чтобы он сам куда-нибудь взял и установил эти самые библиотеки таскать с собой чужой код я раскладывать его куда-то вот рядом со своим но это так себе идея хотя если вы в этом чужом коде совсем уверены а и не планируете его обновление б то возможно как бы так тоже муж вот примерно так это дело обстоит у процедуры установки модуля питоновского в том числе скаченного с пупи и вы пупи есть один один недостаток который потихонечку уходит в прошлое но окончательно в прошлое уйдет очень не скоро этот недостаток заключается вот в чем мы с вами в прошлый раз говорили что файлами модулей для питона могут быть либо просто .p скрипты либо целые каталоги в которых есть бобла и нет бобла точка пыда и вот тогда считается пакет на самом деле не только на самом деле модуль на питоне можно написать еще и на произвольном языке программирования вот ща найду хоть какой-нибудь вот на произвольном языке а сейчас может быть здесь найду во на произвольном языке программирования можно написать модуль на питоне вот скомпилирует его в бинарный формат и вот этот бинарный формат и будет модулем на питоне вот смотрите я специально в команде поиска задал расширение . со шарит обжиг это в линуксе так обозначаются так обозначаются как раз разделяемые библиотеки это бинарный файл который фактически является библиотека с ним пер может собрать программу там с этим лучше так не делать но тем не менее это можно вот но эта библиотека оформлен таким образом что питон и и распознает как модуль и когда мы ее мы его запускаем ну тут есть какой-то сбор да вот давайте посмотрим что будет если скажу пальто импорт сбор вот этот самый это вот именно этот сбор проимпортировался вот вот его вот он у нас есть дает только для красоты сделаем вот так вот вот сбор даже к нему есть то есть вот эти эти модули написаны на других языках программирования можно написать таким образом чтобы по ним был хелп встроенный чтобы это были объекты питона и вообще это будет выглядеть как питон 100 лишь разница что написано все на какой-нибудь c++ и си не знаю чем-нибудь таком видите хелп работающий все есть вот так вот в отличие от программ написанных на чистом питоне которые отлично пип инсталляться и работают с вот такими бинар никами есть проблема она состоит в том что для разных операционных систем разных архитектур и в общем даже для разных версий ну скажем библиотеки си на котором написан питон такие модули должны быть разные сейчас это да и соответственно если у вас есть только один например . со вот такой это будет работать под современным линуксом но не будет работать под макосе под виндой под старым линуксом не будет работать под линуксом на других аппаратных платформах на какую-нибудь а в 64 на пару писи тоже не будет не будет совсем эта библиотека под конкретную структуру всегда вот сейчас это обходится тем что когда вы говорите пип инсталл вам приезжает так называемое колесо и в этом колесе уилл парен вилл в этом колесе давайте поищем наверняка у нас есть какие-нибудь колеса и в них наверняка есть наверняка есть бинарные колеса сейчас давайте посмотрим это иншури пип это неинтересно это сам пип тоже неинтересно сейчас секунду что-то я не вижу тут бинарных колес все колес какие-то не бинарные о кубик тайн может вот это посмотрим нет она какая-то совсем простейшая сейчас давайте так как я кого-нибудь поставлю господи прости ну давайте еще вот это попробуем наверняка у него либо рсвг должен быть опять нет окей тогда давайте отложим поиск такой я просто знаю что нужно поставить что такая штука приехала вот и мы в нее заглянем а пока поговорим про саму проблему ну а потом уже про как в чем она выражается и так вы можете захотеть поставить питоне модуль у которого среди файлов на питоне есть файлы файлы архитектура специфичные вот те самые разделяем библиотеки для линукс длильки для windows dlc мы или длд для этого самого макоса ну и так дальше вот так прошу прощения последняя попытка если нет не удалась попытка ну и фиг с ним значит покажу не волнуйтесь так вот установка подобного рода штуки может вам сойти с рук если внезапно в составе колеса есть библиотека для вашей архитектуры и не сойти если библиотеки для ваших туры нет что будет делать пивон стол если он увидит что проекту нужна бинарная двоичная ну как бы исполняемая библиотека разделяем а нужная архитектура в колесе не приехал он попытается ее собрать и вот здесь вы из обычных пользователей питона внезапно и очень неприятно превращаетесь в программистов на сиси плюс плюс или на чем там значит собран на чем там написано эта самая библиотека вот а питон превращается в систему сборки этой библиотеки и тут совершенно не гарантированно что у вас что-то получится скорее всего нет у меня обычно не получается скажем так поэтому есть еще одна еще один вариант установки питонных модулей на вашу операционную систему это воспользоваться средствами самой операционной системы случае linux очень много пакетов пакетов именно в в смысле линукса пакетов да то есть составляющих дистрибутив являются пакетом на питоне и очень много из этих пакетов на питоне действительно вот такие бинарные собраны конкретно для данного дистрибутива содержащие те самые объектные файлы вот например сам питон такой случае windows скорее всего у вас будет что-то типа какого-то там специального дистрибутива который вы скачиваете запускаете и он сам собою ставится вот ну потому что в windows и нет нормальной то есть микрософт уже там то анонсирует систему пакетирования то деанонсирует ее вот уже не первый год это происходит никак у них с этим не срастается но потому что нет такой необходимости для винды вот поскольку она сама по себе не является дистрибутивом да ну и там обычно процветают какие-то инсталляторы вот это вот все вот идея состоит в том чтобы конкретно под вашу архитектуру донести до вашей машины нужный бинарный файл установка в виде пакета теперь нас я обещал показать а да вот у меня тут быку спрашивает а будем ли джангу фласк и иные фреймворки глубже глядеть ну так для этого целый семестр нужно чтобы глубже поглядеть во фласк вы чего нет конечно не будем тем более не сегодня значит у нас был какой-то когда-то курс не курс а одна лекция по джанга ну вот можете посмотреть на сайте на юниксе просто по посерчить эту самую джанга что касается контейнера и виртуалки понятное дело что контейнер и виртуалка это такая универсальная таблетка которая может все вам сделать но не всего потому что например в контарине может быть проблема с график однако в питоне и это спасибо бибку за продолжение темы в питоне есть достаточно разумный способ немножко поразбираться с вот этим обилием обилием модулей которые могут вам понадобиться а действует следующий не надо ставить все модули в одно и то же место смотрите мне их и так уже довольно много это вот все что я умудрился умудрился на нет патент 3 умудрился на устанавливать за прошедшие за прошедшее время на данный компьютер прямо к себе в домашний каталог это не говоря о том что и у меня стоит дистрибутив линукс еще там несколько десятков если не больше если не под сотню модулей на питоне стоит установленный со стороны операционной системы двести восемьдесят девять штук вот ну потому что какое-то количество софта написано на питоне входят на нем на нем на нем собраны пакеты линуксовые и вот все это приехал со стороны операционной системы тут конечно их поменьше однако в ситуации когда вы например экспериментируете ставите какие-то модули ставите модули по за по зависимостям сейчас мы увидим как это происходит очень неудобно все это складывать в одну кошелку например ставить в вот сюда вот к пользователю еще более неудобно это делать когда у вас допустим установка в винде питон из-под администраторе прям все в питон приезжает вы загаживаете конкретно каталог спитон вот тут у меня любку бива удивляется что я ставлю модули в домашний каталог но я всем этим пользуюсь но почти всем ну вот в действительности вот все эти вот эти штуки это от пип-серча вот да вот это 8 фай это вот форма форматировка питонных этих самых исходников ну и так дальше то есть я же не просто как все установил да это как бы вот пт-пайтон которым мы с вами сейчас пользуемся иногда вот это оплатчик пудб я все знаю про ну как все конечно не все знаю да но нет знакомые мне модулись хорошо значит что для этого можно сделать вообще говоря пускай вас не смущает не смущает термин а термин называется виртуальное окружение ничего виртуального в виртуальном окружении питона нету это просто каталог в которой мы будем все ставить все программы которые тут запускаете запускаются самые обычные никаких никаких ограничений нету единственное для чего нужно виртуальное окружение в питоне это чтобы поставить модули только туда а если вам разонравилось удалить делается это примерно так да кстати инструментов в создании виртуальных окружений довольно много я покажу который я буду рекомендовать но не покажу как им пользоваться потому что он чуть более сложновато и нас просто не хватит времени а покажу самое мы создаем виртуальное окружение следующим образом мы говорим python минус в вен вен ну и название название этого самого виртуального окружения ну скажем не знаю там пружин чё это было какой-то трейс а минус м вен извините отвлёкся что при этом происходит создается каталог project в котором мы опять видим каталог бин где лежит питон где будут лежать пакеты и среди пакетов там есть только пипы сетоп тулс пипси топтус пкг ресурсов три в пакет всего вот что еще да собственно все ну им культ какой-то я не значит там должно лежать ничего там не лежит если мы зайдем туда и запустим специальный скрипт который есть для линукса и для windows а вот это повершенный скрипт кто называется активует в линуксе надо делать вот так вот вот то произойдет следующее это как бы вход в активизация виртуального окружения в действительности происходит ровно ровно единственное единственное изменение у вас питон начнет запускаться вот отсюда то есть вот если мы запускаем python то вот но это единственное изменение внезапно накладывает довольно как-то вызывает доме сильный эффект в результате этот наш питон не видит тех модулей которые мы оставили снаружи этого виртуального окружения то есть если мы скажем импорт чем у нас там было ой какая гадость этот мы удалили вот ну не знаю там пуды б или потепает его давайте попробуем он скажет нет никакого потепайки таким образом мы создаем некоторые места где есть голый питон три модуля обслуживающих пип setup tools и pkg resources свой собственный пип вот он и с помощью вот этой всего в этой всей фигни мы можем подоставить модули которых хотим я как раз хотел привести пример довольно тяжелого модуля у которого есть библиотеки написанные на си на си плюс плюсе он называется matplotlib matplotlib install конечно вот обратите внимание сколько всего он наскачивал правда тут все тут все а с цепи он тоже скачает а с цепи он не скачает numpy он скачает обратите внимание что я поставил один пакет она мне скачала и установила кучу пакетов да значит сам matplot дальше по зависимостям какой-то по парсинг какой-то циклер пиллоу это который с изображениями работает да это ютил кивисовер какой-то numpy это вот вместо цепы к которому упоминал бибку бива до font tools для работы с шифрифтами какой-то хикс и вообще целую кучу всего то есть если мы сейчас скажем пип лист мы увидим все установлено кстати пип который по умолчанию сюда приехал старый он говорит поставьте новый ну давайте поставим новый чем что нам стоит поставить новый он взял скачал новый пип установил его тоже не скачал тоже с кэша взял но в общем понятно теперь у нас пип 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 вот то есть по одному пип он стало в нашу в наше виртуальное окружение вот сюда естественно вот они все приехали все те модули которые нужны для работы этого самого матплод либо и вот здесь я мы уже видим что вот например кивисовер это модуль тире библиотека да какой там в матплод либо есть несколько модуль библиотек много видите вот они вот это все штуки установка которых прямо из колеса где там колеса у них сейчас где колеса вот установка которых прямо из колеса довольно опасная вещь вот тем не менее видите он прям вид мы не linux с версии abi начинают 217 фар вот 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 видите да то есть такая спецификация пакета означает что есть для нашей операционной системы конкретно для примерно для нашей пациентной системы и скажем так для нашего ядра linux и нашей версии lipsy собранные вот эти значит библиотеки и они будут установлен причем обратите внимание что вот тут вот версия обе поменьше 2.5 а вот тут побольше 2.17 но все все это совместимо с тем что у нас происходит и это значит что соответственно есть шанс что соответствующие библиотеки заработать есть шанс что не заработают например если вы пользуете каким дистрибутивом странненьким или виндой какой-нибудь с какими-нибудь странными настройками где очень можно случайно запустить какую-нибудь систему безопасности потом ее удалить а настройки остаться что при этом нам приехал нам приехал довольно много всякого интересного времени на освоение всего этого интересного у нас нету но давайте мы помад плату либо просто поищем документацию ну чё давайте нарисуем какую красоту личку но например вот это вот эта красота . нарисуем вас мы сейчас скопируем да вот но это еще не все и вот скопировать просто скопи пастим скопи пастим все содержимое этого примера вот во все две строчки мы такой программы быстро не написали вот что поэтому происходит мы используем нумпы значит нам нужно будет еще библиотеку нумпы но она тут скачалась по ходу мы как раз видели вот она и какие-то внутренности этой самому этого самом от плот либо после чего мы что такое рисуем но это штука под по рисованию графики сейчас будет удивительная цветовая палитра лично мною настроены и терпите вот вот у нас какой-то график с какими-то значит обведенными границами причем здесь четкие границы здесь не четкие вот эта штука сразу рисуется в окошках и это окошки сразу можно управлять например можно делать вот так вот и он видите да можно например делать вот так вот он показывает кусочек ой можно сбрасывать в ноль вот он показывает кусочек во ну в общем вот то есть мат плот лип это инструмент визуализации графики визуализации математических данных вот всяких и он сделан так чтобы можно было удобно разглядывать я им несколько раз пользовался когда написал генераторы входных данных задачам чтобы значит нарисовать функцию который мне удовлетворяет в виде графика и выбрать интервал вот да значит тут бибко очень сильно ратует за мат плот потому что у него действительно по системы документации очень большая и полная там прям можно этим реально пользоваться вот но в общем я думаю что идея идея понятно да что еще да значит я хотел обратить как раз ваше внимание на то что есть инструмент да есть инструмент организации такого под каталога вот в котором кстати уже достаточно много всего немного немало 141 мегабайт вот здесь мы плавно перетекаем в тему следующего семестра почти всего поэтому надо сделать паузу но я еще раз повторю что нет не надо вообще все эти 141 мегабайт распространять вместе с вашим приложением надо распространять одно единственное ваше приложение вот это и на основании вот этого файла нет не вот этого а вот этого вот на основании вот этого файла сделать к нему список зависимости в котором будет написано какие еще пакеты для вашего приложения нужны вот с какими точно версиями или если вам не нужно точно версии без них и так если после этого вы оформите ваше приложение как пакет для питона поставив него соответствующей зависимости то его можно будет а пип инсталить и это так и надо делать б к нему приедут вот эти все зависимости которые вы укажете то есть если человек просто пип инсталит ваше приложение то будет шанс что все остальное доставится точно так же как она у нас доставилась когда мы ставили matplotlib да и вот и все заработает вот дополнительный бонус состоит в том что все это хранится здесь вам вот в этом прожекте если мы просто удаляем ой вот в этом а где он лежал тут вот да если мы просто удаляем этот каталог этот самый прожек то вместе с ним удаляются все те пакет которые мы туда понаставили а также весь наш исходный код но это уже наши проблемы если мы его тоже удалили значит мы этого хотим вот нет что касается это что касается сторонних модулей и примеров значит еще раз для питона существуют библиотеки под самые любые решения под самые любые задачи почти никогда эти библиотеки не являются законченными решениями это почти всегда инструментарий чтобы вы сами написали это решение но как вы только что видели иногда само решение это просто скриптик там на несколько десятков строк и все вот в частности большое домашнее задание по нашему курсу вот то самое с гб иксом это просто скриптик на несколько десятков строк и все там в общем даже в самом полнейшем варианте пожалуй 200 строк не до берется вот кстати там помните и задание нарисовать вот мы от плотли по тару на ну ну тут бибку бива развивает всякие интересные идеи типа запуска такой штуки на сервере вот ну давайте я не буду отвечать на этот вопрос напрямую потому что разумеется все на свете можно написать на c++ перенести на сервер или еще что-то вот а расскажу про одно мелкое извращение не знаю зачем я это расскажу но раз уж раз уж вы сказали сейчас есть такая мода запускать все них заняís не на серверах в браузере в броузере вот в самом браузере то есть ни на сервере запускать приложения в прорезании отображать результат работы а прямо в браузере запускать вот есть такой инструмент в инструментарий webasma вот реально авиатембле точнее на него всё перевод есть такой страшный инструментарий и скрипкин который м-м скрипке который может взять и скомпилировать программу на хи в некий бинарник запускаемый прямо в мозгах в мозгах броузера как раз на этом самом деле во всем но я хотел показать другое но там много не не гитхаб нужен на самом деле brighton.org ща brighton python это не как mozilla атланчик это просто программа как бы почитайте про веб-ассембли это вам будет интересно да так вот есть проект как он называется брайсон который отличается от всех вот этих модных веб-ассембли тем что это питон полностью написаны изначально на javascript вот так же как наш питон которым мы все пользуемся написанность этот питон написан на javascript вот вот эти часики которые видите справа написано на этом питоне вот они чтобы было понятно вот он питон на javascript я уже 310 3 той самой свежей освежающих свежей некуда питон вот еще могу только еще раз повторить это вот вот этот проект отличается от тех питонов которые мы знаем там типа реплет или чего-то тем что все запускается в броузере более того ну давайте да да а на экзекьют и был конечно отсутствует сись а что то что будет импорт что будет если скажу по импорт платформ ну короче это настоящий питон на джаваскрипте вот боишься вас не убедил но тем не менее он настоящий вот и главное что он имеет доступ к он имеет доступ к внутренностям броузера к дом модели и вы можете писать на питоне что-нибудь ну не знаю ну вот такой например рисовалка или допустим формочки на питание писать запишите сюда раз запустили сюда написали бла-бла-бла сюда тоже написали бла-бла-бла вот и вот пожалуйста вот он да то есть вы можете писать программ на питоне которые работают внутри броузера тут вот наш неугомонный битку бива очень завелся этой штукой я тоже все время ему и очень завелся поэтому и рекламирую у него есть один недостаток надо очень хорошо разбираться в дом модели mozilla то есть реально шаг вправо шаг влево и вы упираетесь в цсс очки дома и шмомы и обжекты вот эту вот всю фигню документ вот этот самый вот и на это документации тут не ищите это эта документация на сайте mozilla.org ищется вот если бы кто-то умудрился поверх этого написать более высокоуровневую библиотеку для простых написать похоже хотя бы на тк интер это было бы просто идеально но пока такой не существует вот значит а время у нас осталось совсем мало давайте мы тогда прервемся в нашем таком странном обзоре я хочу чтобы и гейм показать тоже вот ну в общем видимо придем вы и сами без меня посмотрите итак мы с вами теперь понимаем что прикладные программы лучше всего писать с помощью уже имеющихся прикладных модулей делать это лучше всего с использованием технологий виртуальных окружений а я обещал показать пипенв пипенв обещал показать он называется пипенв такое странное название вот тут есть даже вон видите какой-то перевод интересно по-русски перевод да нет прямо 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 русский текст похоже давайте посмотрим да короче короче есть такой инструментарий называется пипенв он предназначен как раз для организации для организации процесса разработки причем как видите это ребята работают из-под винды вот ну работают из-под винды и ладно бог бы с ними как бы я вот тут вижу например затшел в картинках это даже по моему не а это фиш фиш не зашел я вижу фиш в картинках тем не менее они говорят что они работают с под винды но ладно чудеса всякое бывает у людей ой а где у нас тут секунду да значит идея стоит в том что они предлагают одновременно некоторый рабочий процесс замену пипу замену венву который мы с вами видели и все это в одном флаконе общая идея такая вы создаете каталог там раскладываете свои файлы а все что сверху все все пакеты все вот она лежит совершенно отдельно где-то в обходном месте в заднем дворе вот и вам не мешает ну и плюс у него всякие всякие волшебные штучки по автоматическому очистки определению зависимости и всего остального короче вот если вы хотите прям разрабатывать теперь вам в руки вот и вот видите тут нашел внезапно внезапно какой-то в какой-то да значит никто секретный код я помню такого считает что если пишем пишешь frontend лучше кстати у на джава скрипте совершенно с вами согласен но напоминаю начало нашей лекции мы с вами вроде как нацелены на написание чего-то такого по-быстрому на скорую руку и в общем сделать это если хотим сделать это на питоне вполне можно это сделать на питоне в брайтоне но да несмотря на свою вкусность брайтон конечно в действительности не является таким уж мейнстримом просто интересная идея переписать питом на джава скрипте и писать потом на питоне а вот значит еще одна тема это дисциплина разработки окей и так мы договорились что у нас есть каталог с исходниками в этом исходнике мы что-то такое делаем часть этой дисциплины мы уже поговорили про часть этой дисциплины которая состоит в том что мы должны хорошо понимать как мы должны хорошо понимать как что делать зависимостями которые требует наш проект на питоне лучше всего оформить соответствующий соответствующий модуль и ставить его пик инсталл потому что тогда и зависимости притянутся сами другой вариант который здесь уже предлагали положить их прямо в наш модуль пускай лежат рядом вот если мы готовы за них отвечать то почему бы и нет а еще один одна тема это тоже довольно длинная тема ибо мы они тоже будем говорить следующем семестре в большом курсе для вмк это о том как вести саму разработку то есть в действительности даже программы там совсем коротенький там на полтысячи на полтысячи строк не пишутся так что ты сел и написал всю программу так пишут программ только на один экран это не всегда обычно люди программы разрабатывают дорабатывают перерабатывают находят ошибки исправляют вспоминают что нужна еще какая-то фича добавляют эту фичу тестирует и так дальше то есть процесс разработки он продолжитель для того чтобы вообще как-то себе представлять как этот процесс разработки вы сами вели даже вы сами потому что если вы делаете это там в течение скажем месяца вы уже забудете чем в начале этого месяца идеи для чего вы написали эту весь процесс разработки делятся на такие последовательные этапы оформления изменений и так называемые коммиты при которых вы описываете что что за изменение в вашем проекте вы сделали соответственно для этого используются инструменты собственно контроля версии так называемые version control system vcs и самый из них популярный это гид в котором лежит ядра linux и так дальше эти инструменты позволяют при работе с исходным кодом вносить изменения останавливаться на том моменте когда вы считаете что у вас получилось программу лучше чем было раньше потому что вы туда добавили нужных фич и потестировали дальше опубликовать эти изменения то есть положить их с описанием что именно вы сделали вам историю разработки и продолжать работать если внезапно кажется что где-то была ошибка эту ошибку можно найти в какой момент вы ее внесли в код и посмотреть чтобы то что то что было до этого чтобы сравнить и понять как эту ошибку исправлять если вы работаете не один над проектом это вообще незаменимая штука потому что позволяет синхронизировать работу нескольких людей на одним и тем же исходным текстом вот ну и так дальше и так дальше и так дальше значит дисциплина ведение разработки тоже очень важная штука даже если вы один даже если ваша программа совсем коротенькая на несколько сотен строк вот так что всем рекомендую сайт книжку про гид вот сейчас он называется про гид она так и называется про гид вот она она в общем очень много почти вся переведена а то и вся как видите вот разумеется гид есть под все операционные системы вообще под все что шевелится в общем вот очень рекомендую в это въезжать такие дела и что касается дисциплины в смысле ведения текстов про зависимости мы поговорили все это мы не рассматриваем в этом в этом значит бипку бива тут вспоминает про такой инсталлятор который называется конда это значит такой вариант решения проблем с установкой бинарных пакетов под например windows где с этим нету собственного инструмента люди которые не являются программистами скажем так математиками этой конды пользуются довольно много вот но инструмент этот не универсальный и я думаю что в ближайшие пару-тройку лет питоновцы сами что-нибудь такое сделают у них уже сейчас появились вот в этой организации которая называется пайсон пайкаж авторежей пайкаж пайкаж авторизейшн пыба та самая которая пипенф нам рекомендовала у них уже появились некоторые наметки на связь с компонентами операционной системы вставлены прямо в описание пакет питон и если они это дело доведут до ума то в общем наверное анаконда перестанет быть необходима сейчас конечно для windows анаконда пожалуй лучший способ если вы не хотите делать все руками так как я делал сейчас перед вами что-то еще хотел сказать а я хотел ответить на вопрос можно ли сделать экзешник я не вижу этого вопроса но тут кто-то спрашивал а можно ли взять всю программу на питоне закатать в один большой экзешник и сделать под винду можно есть такой проект по этом туэкзе насколько он новый не знаю вот есть такой проект до дать посмотрим как он развивается ничего так развивается 17 ноября последние последний комит в нем был в общем есть такой проект он работает в первую очередь а вообще под windows исключительно вот насколько это хорошая идея вопрос сложный но то есть наверное случае windows опять-таки это лучше чем ничего существенного вот для linux и мака есть похожие проекты но они немножко другие и мы про них говорить не будем там есть требуется для того чтобы им пользоваться некоторые внутренние знания кстати для быту и где тоже требуется некоторыми тренингсами вот все значит теперь собственно несколько финальных слов про питончик первое главное мне кажется что наш нынешний курс вот в которой у нас сейчас шел оказался немножко не для кого то есть с одной стороны он был достаточно сложный для начинающих несмотря на то что был анонсирован когда начинающих и мало того что он был сложный он был задачки к нему были сложные а не простые как я уже сказал в начале сегодняшнего разговора для того чтобы научиться программировать надо решить 500 простых упражнений на все темы программирования минимум 500 лучше 2000 вот этих 2000 этих 500 у нас не было и близко у нас там порядка там 30 задач с одной стороны с другой стороны для тех кому так скажем более-менее понятно что такое программирование и более-менее понятно как вообще в этом всем ориентироваться наверное этот курс тоже уже не нужен вам лучше идти на курс который в мкшный вот там будет тяжело там будет не все понятно но это как раз хорошо это вот этот самый книг когнитивный дискомфорт да методологический дискомфорт когда люди мотивированы вот этим своим ощущением что они могут узнать гораздо больше чем знают сейчас вот как выйти из этого положения если мы захотим этот курс крутить заново или если вы сами захотите что-то сделать такое если вы как начинающий хотите все-таки въехать я тут обнаружил и вы видели в домашних заданиях ссылки вот на этот сайт вот не то чтобы я его прям люто бешено рекламирую но вы в нем найдете хорошее большое количество упражнений большое количество упражнений и некоторый план курса который в известной степени в известной степени повторяет то что у нас было в этом курсе возможно мне вообще следует озаботиться тем чтобы интегрироваться с вот этим пайтом фильтром и даже с его автором на предмет того чтобы сделать что-то такое вот ну например сопроводить вот это моими лекциями или наоборот как-то вставить ну короче короче мне кажется что вот это место которое нам не хватает кстати обратите внимание на то что здесь используется такой же интерпретатор питона в броузере возможно тот же самый а возможно на инскрипте написанный но короче питон который вы здесь будете использовать тоже запускается именно в броузере вот мне кажется что было бы правильно в нашем курсе в следующий раз если он будет запущен больше уделять внимание аспектам конкретно программистского мышления а не просто тупо рассказывать про язык хотя я старался это делать но видимо надо еще больше это делать вот вот дыбку бива говорит что да что если человек как бы понимает о чем идет речь что видимо уже можно 14 15 год это другой курс понятно мы уже потихонечку заходим на финиш значит смотрите у нас есть telegram чатик там можно задавать какие угодно вопросы если эти вопросы не относятся напрямую к тематику наших лет тематики наших лекций есть параллельный часик который называется слэш б там есть ссылочка в шапке и вопросы так сказать философского плана можно задавать в нем вот так что в велкам приходите нам там в общем довольно весело давайте мы пожалуй финишируем сегодня вот на чем смотрите я надеюсь что несмотря на всякие сложности которые с нами возникали в процессе изложения вы видите что базовый питон и вообще пользоваться питоном очень просто это пожалуй самый простой смысле используя язык программирования воткнул и пиши туда команды а он их выполняет также я надеюсь что при попытке решить достаточно сложные задачи которые у нас были в курсе вы понимаете что задачи из реальной жизни они попроще они более муторные они может быть займут у вас не 10 15 строка 200 300 500 но они состоят из под задач который решается довольно просто все что нужно чтобы не запутаться этого соблюдать дисциплину программирования да и не бояться и наконец я надеюсь что сегодня я хотя бы намекнул на то что на самом деле большая часть ваших задач уже решена вам нужно только поискать в окружающем мире в первую очередь на пакет индекс нужный пакет посмотреть его документацию поучиться им пользоваться и написать какое-то количество к нему обмазки который решает конкретно вашу задачу а не тот класс задач который обычно для которого все это существует вот 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 хексельтер говорит именно это чего я хотел поселить ваших душах что программирование слушать стука несложно она может быть сложной но там где она сложная это вопрос скажем так приложение интеллекта и опыт и еще одну важную вещь хотел бы поселить ваших душах перед тем как опроститься что почти все задачи не связаны с непосредственной интеллектуальным творчеством до задачи не связаны с изобретением алгоритм решаются чтением документации и опытом экспериментом ручным да я надеюсь что это тоже у вас вошло в привычку чего-то что-то не понимаете смотрите документацию открываете питончик вписываете туда смотрите что получилось большинство вопросов можно было задавать не мне а питончику он на них даже лучше отвечает а как будет а что будет если я проверить ничего не взорвется вы будете обладать знанием значит вот на этой положительной ноте наверное стоит нам этот курс закончить дерзайте не бойтесь как это получать новые знания если вы хотите получать новые знания не бойтесь питончик он ваш друг вот ну и старайтесь применять его применять не обязательно питончик но в принципе ваши программистские навыки везде где это только возможно чем больше вы их применяете тем больше вы их прокачивать как-то так вот а вот тут дмитрий советует инструмент под названием писает это именно тот то что про что я говорил такой тип инсталлятор да ладно бац и если у вас нет вопрос там уже какой-то чатик друг с другом люди нашли начали разговаривать а вот если у вас больше нет вопросов на этом наверное всем спасибо вот и до новых встреч